Накануне Владимир Путин заявил, что он выступает против обязательной вакцинации, потому что люди сами должны понять эту необходимость. Однако поезд, запущенный то ли Дмитрием Медведевым, то ли еще раньше, уже набирает обороты. Чиновники разных уровней предлагают все новые и новые меры, которые так или иначе направлены на дискриминацию по признаку вакцинации. Так, мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести в ресторанах зоны ковид-фри, то есть только для вакцинированных. А Рамзан Кадыров высказался за то, чтобы невакцинированных граждан лечить в последнюю очередь. Впрочем, это пока только озвученные предложения, но есть и уже вводимые меры. Например, первый замминистра здравоохранения Саратовской области заявил, что прививка от коронавируса станет обязательным условием для допуска к плановой госпитализации. Кроме того, людям без вакцинации запретят санаторно-курортное лечение в регионе. Таким образом, власти с одной стороны в очередной раз как бы выстраивают картину хорошего царя и плохих бояр, с другой стороны продвигают идею ковид-паспортов из-за вуалированной дискриминации. Впрочем, не только в России это происходит. Общемировая практика набирает обороты в этом ключе, напоминает социолог Борис Когорлицкий. Он поделился своим мнением об этой ситуации с накануне ТВ. С одной стороны, конечно, определенная дискриминация людей, скажем, не вакцинировавшихся, уже становится международной практикой. К сожалению, это не чисто российская история, мы знаем. Больше того, здесь российские власти скорее в каком-то смысле идут за западными европейскими странами, которые пытаются вводить соответствующие ограничения. Но с другой стороны, мне кажется, если говорить только конкретно о России, то можно наблюдать непосредственности отсутствия какой-то четкой линии поведения, плана и так далее. Я думаю, тут дело еще в том, что с одной стороны, все-таки действительно они делают ставку на вакцинацию, и, помимо прочего, надо помнить, что хотя вакцина является бесплатной для населения, она отнюдь не бесприбыльная для производителей. Производители вакцины как раз из государственного бюджета получают просто гигантские деньги. С другой стороны, надо помнить и то, что у нас вроде бы пока элементарно просто физически вакцины не хватает на все население. И поэтому вот эта всеобщая вакцинация наталкивается не только на сопротивление людей, которые ей не доверяют, но и на чисто технические проблемы. И вот тут как раз удивительная ловушка, когда с одной стороны власть хочет проводить вакцинацию, с другой стороны, не вполне может это делать, потому что просто нету конкретно физически самой вакцины. И при этом население относится скептически ко всей этой истории. И вот тут начинается игра в хорошего царя и плохих бояр. Это уже более российская черта, но со специфическими особенностями. То есть народ скептически относится ко всем идеям власти, плюс вакцины на всех не хватит. Таким образом, всеобщая вакцинация все равно невозможна. И вот тут появляется Путин, как бы выступающий против такой идеи, будто бы не очень-то и надо. Хотя на деле, конечно, надо, ведь, как говорил тот же Путин, вокруг этих прививок крутятся огромные деньги. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте.